Нифига не делаю, на работу не хожу, сижу дома целыми днями, живу в своё удовольствие. Кайф! Но нет самого важного, одного из самых важных, нет, не девки, не девки. Про девку понятно? Нет взаимодействия с социумом в принципе, неважно девки, не девки, вот чего нет. Потому что сидеть дома с утра до ночи безумно скучно, рано или поздно становится. Неважно, ты домовой человек или не домовой, в принципе, про мою жизнь. Давайте, сразу же. Место, за которым я провожу, ну, часов так, наверное, десять в день. Безвылазно практически. Слушаю музончик вот разный. Значит, дело в том, что сейчас у меня лечение, и в принципе, вон я, кстати, состояние не самое хорошее. Жизнь пока в чёрной полосе находится. Отражаюсь я вот очень хорошо. Поэтому Королёва у меня перевёрнута, перевёрнута. Давно уже жизнь наладится, и, соответственно, Королёва перевёрнётся. Сейчас я её даже на видео не собираюсь переворачивать. Вот как она есть, так она и есть. К сожалению, пока так. Музончик, ну, там, выручает в некоторых случаях, да? Ну, конечно, так вот безвылазно дома находиться, это уже дико раздражает. Так что в ближайшее-неближайшее время буду я, кстати, вот видосики такие у меня, передоз в туалете. Десять культуристов, которые доигрались. Ну, и, соответственно, музычка, музычка. Ладно, не будем. А на что ты живёшь? На шее у родителей сидишь? Ну, в моём возрасте на шее сидеть у родителей – это магия. Я не знаю, кому это удаётся. Удаётся, да? Кстати, спрашивали у меня люди, человечек в комментариях спрашивал. Я на комментарии отвечаю. В основном видео, конечно, в следующих. Сколько мне лет? Скажу так. Это самый лучший ответ будет, я считаю. Мне больше 20 лет, но далеко не скоро мне будет 30 лет. Вот такой у меня возраст. Нет, на шее я сижу у себя самого в прошлом. Была совсем недавно, несколько дней я отказался от посуточной деятельности. Ну, собственно, даже там не нужно было особо ходить, потому что квартира уже оставалась одна. Несколько месяцев у меня уже квартира одна, ну, пару-тройку месяцев. И там жил длительный срок чувак с СВО. Я там приходил, ну, вот, он выселился, он почти месяц жил. Ну, приду там, приберусь и снова ничего делать не надо будет. Так что вот так. Нет, ну, чтобы стать, соответственно, альфа-самцом, перегнать время, да, там, если мы смотрим предыдущее видео, да, я вот так вот в трусах хожу и в длинной когте, да. Чтобы стать альфа-самцом, становиться им не стоит. Значит, смотрите, у меня есть атрибуты, то есть мы не платим за качалку, да, экономим деньги. Этих гантелей у меня две штуки. Обе, ну, наверное, по 15 кг, а может быть и по 12. То есть постоянно качание, без него никак. То есть развитие, ну, внутри квартиры должно быть, если уж так повелось, что никакого взаимодействия, ну, я имею в виду рабочего взаимодействия социума у меня нет. В данный период жизни, скажем, к сожалению, да, сейчас я уже скажу, что к сожалению, потому что это безумно скучно, этот грудной эспандер, который безумно сложно сжать, в общем, постоянно у меня все это. Ну, соответственно, чем можно заниматься дома? Ну, играя в контру целыми днями со школьниками, там, болтаю, перестреливаюсь, но в нашем возрасте так себя довести, когда... Ой, пойдемте, покажу еще. Вот даже вот в этом я не работаю. Даже вот в этом я уже больше месяца, просто меня это охрененно доело, это очень нагружает спину. Не рекомендую, платят мало. Пешком, не рекомендую, разумеется, только на велосипедах. Только если у вас такой номер, вы можете месяц не работать. Бедствую ли я? Живу, кстати, я не один. Вот так вот. Вот с этого и надо было начинать, да? С собакой, вы все знаете, которая пердит и воняет. И очень поздно приезжает и очень рано уезжает, когда я могу сказать, вот я вот сегодня спал, я его вообще не видел с отцом. То есть, ну, считай, я живу один. Матери у нас нет, как мы живем? Ну, соответственно, о состоянии, о достатке можно посудить будет по еде. Ну, моя еда это вот, трифтозин. Серьезнейший препарат, с которого я хочу соскочить. Это медицинский, медицинская запрещенка, сказал бы я так. Подсадили меня людоеды. Это териодозин, ну, торговое название, сейчас у нас тут Санопакс. Санопакс. Ну и циклодол, это вообще жесткач. И вот, главное, ретиноиды класса А, по-моему, или класса Б. Цена охренелая. Это вот я лечу, прыщи свои, блин. Надо диету соблюдать. Я диету вообще не соблюдаю, ужираюсь сладким, потому что счастье-то должно быть. Соответственно, пока у меня все это в таком состоянии. Ну и главное, что, если чай есть, то, ну, жизнь удалась, если чай есть. Непочатые-початые, вот всякие такие у нас есть. Вообще, high-level, да, high-level girl. Краснодарский, чай белый. То есть, ну, вообще, как бы, ну, так-то, в принципе... Значит, откуда я сейчас денег зарабатываю? Все посуточно надавала денег, там, аренда, да, субаренда. И что сейчас-то? Сейчас-то ее нету, все, сейчас я сижу, как бы, ничего не делаю. Я думал вообще, что удастся ничего не делать, но тоже в рамках квартиры... Кстати, вот еще, чтобы стать гигачадом, альфа-самцом, да, выйти из карличества, вот тоже этот. Но на одной руке я не умею подтягиваться. Кстати, нифига себе! О, ну, я уже сколько потянулся. Ой, бля! Так-то норм, почти подтянулся. Это на левой руке, это не правая рука. Кстати, может быть, уже и умею на одной руке подтягиваться. Ну, в общем, смотрите. Хлопцы. Ну, вот, собственно говоря, еще. Вот, вот, вот оно, вот оно, вот оно, все, да, да. Одно из самых главных. Планы. Планы кровли. Фасады. Из всего этого. Ну, понимаете, ну, это все равно дико уже достает. Работать дома, ну, это тоже такая все работа. Работа на себя, это все. Хочется уже взаимодействия с социумом. Потому что чисто для этого я буду искать такую работешку, где все-таки. Яндекс, да, это же тоже там никакого толка взаимодействия с социумом нет. Ну, и все вот это вот превращается потихонечку, надеюсь, сфокусируется, да, вроде нормально, в такой домышко в стиле райта. Это все вытянутые трубы пока еще. Они будут вытянутыми, то есть из планов, из фасадов и так далее. Все это выделывается, выделывается. Ну, это тоже как бы вечно этим заниматься. То есть я поиграю в КС-ку, чуть-чуть поделаю этого, поиграю в КС-ку и чуть-чуть снова поделаю этого. Вот такая вот жизнь. Все, надо из этого выходить. Напомню, что 2024 год, ну, если вы смотрите это в следующем году, то как бы знаете, это год оффлайн-знакомств. Это год, когда у нас с вами, у девчонок и парнишонок, все станет хорошо, по крайней мере, все станет ясно уже, что будет дальше. Именно с нашей любовью. Все устаканится в этом процессе. Ну, главное, что мы будем действовать, да. Пока первый блинком, я вам рассказывал об этом в предыдущем видео, об одном из предыдущих, я тупо зассал. Ну, кстати, тоже вот был комментарий, я все комментарии, как бы, близко к сердцу принимаю. Ну, имеется в виду, не реагирую на них, а вот что. Запоминаю. Там девчонка говорила, э, вы сильный пол, ё-моё. Типа, давайте уверенно взял за руку и вёл. Ну, не всё так просто, да, как хотелось бы даже тем же нам, и, кстати, может быть, тем же девчонкам. Как бы всё равно боязнь знакомства, которая, ну, на подкорке сидит уже, её надо вытраживать. В общем, мы будем в 24-м году над этим работать с вами. Записи, как бы, набалтывать о том, как мне там удавалось. Ну, при этом, конечно, онлайн-знакомство, это просто трата тупо времени. И это повышение самооценки для девушек, онлайн-знакомства, и дичайшее занижение оценки, и попадание в дичайшую конкуренцию, да, для парней. Вот так вот я скажу. Это абсолютно правда. Так что делать нам, нам, парни, с вами там, делать точно нечего. Если мы не хотим, ну, совсем в корлючесть запасть, да, и венцельство, это только губится в оценку. Надо потихонечку переходить к знакомствам в социуме и просто в оффлайне. Ну, социум, это я называю, там, где-то взаимодействие, там, работы, учёбы, и так далее. Ну, у меня учёба уже, как бы, это. Ну, всё, друзья. Александр Кузьмин, тут на связи. Такая вот у нас жизнь на данный момент. Не нравится мне, не нравится. Надо уже выходить из этого постоянного одомашливания. Вот ещё чай. Всё, давайте, жду сообщений о вашей жизни. В принципе, ну, надо набрасывать наши судьбы. Всё, пока-пока.